Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко об основных темах выпуска. Самару заносит. Прогнозы синоптиков не радуют. Снег будет идти ближайшие трое суток. Как уж от холодной воды, жителям дома по улице Панова вручили квитанции с огромными цифрами. Откуда товары из леса вестимы? В Куйбышевском районе Самары прикрыли нелегальную торговлю, развернувшуюся рядом с рощей. Причиной сильного снегопада в Самаре стал теплый воздух из Атлантики. Госавтоинспекция рекомендует водителям не совершать опасных маневров на дороге. Впрочем, первые жертвы снегопада появились еще в выходные. По данным МЧС, за последние три дня в области произошло 21 ДТП. В Сеергиевском районе на трассе М5 столкнулись две фуры. Одну из них, по предварительным данным, занесло на встречную полосу. В результате аварии машины перекрыли собой трассу М5 в оба направления. В Самаре в воскресенье на улице Мяге кроссовер БМВ снес два уличных столба, а на улице Мичурина водитель Мазды врезался в трамвай. Были и смертельные случаи. На трассе в Волжском районе Рено Логан развернуло поперек дороги, а затем автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Из-за травм во время столкновения погибла 77-летняя пассажирка. Снегопад не отразился на работе аэропорта Курумыч. Информация о задержках рейсов не поступала. Самарский гидромедцентр дает неутешительные прогнозы. На сегодня мокрый снег, туман и гололед. Осадки не прекратятся ближайшие три дня. Возможен дождь и усиление ветра. Температура днем уйдет в плюс. Сильный снегопад не стал неожиданностью для городских служб. Как организована работа по уборке улиц и вывозу снега, обсудили на совещании в мэрии. Нарекание вызвало работу управляющих компаний. Марина Кравцова готова поделиться подробностями. На оперативном совещании в городской администрации главным был вопрос уборки снега. А его в минувшие выходные выпало почти 35% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. Но городские службы благоустройства сильный снегопад врасплох не застал. Они работают в усиленном режиме круглосуточно. На уборке улиц задействованы почти 300 единиц спецтехники. Уже вывезли больше тысячи тонн снега. А вот управляющие компании такого же усердия не продемонстрировали. И сейчас убраны лишь треть дворов Самары. Глава города Олег Фурсов поручил департаменту городского хозяйства и экологии, а также районным властям взять этот вопрос на особый контроль. Если ситуация не изменится и во дворах будут снежные завалы, коммунальная контора может лишиться лицензии. Отмечу, справились на отлично в эти выходные только муниципальные управляющие компании. К ним замечаний по уборке внутридворовых территорий не было. Дороги открыты в полном объеме. Есть замечания по неоткрытому борту дорожному. То, что касается уборки внутридворовых территорий. Работа была организована, но результаты, хочу сказать, сразу оставляют желать лучшего. Ситуация была нехорошей. На воскресенье на утро, когда на 8 утра у нас процент выхода дворников еле-еле дотянул до 28%, а процент выхода техники составил всего лишь 16%. Я вам даю поручение вести мониторинг участия управляющих компаний, своевременного участия управляющих компаний в уборке снега. И будем выходить, процедура у нас отработана на рассмотрение вопроса об отзыве лицензии этих компаний. Если они вот так будут для себя устраивать выходные дни в период снегопадов. Также на совещании обсудили и вопрос заливки катков в Самаре. К этой работе приступят, как только температура воздуха достигнет устойчивых минусовых значений. В Самаре планируется залить 112 катков. При школах, во дворах и на стадионах. Но возможно эта цифра будет и больше. Районные власти продолжают поиск подходящих площадок. Подробнее о том, как организована уборка снега в городе и какие задачи стоят перед управляющими компаниями, смотрите в наших следующих выпусках. Лесной массив в кольце торговых рядов нерадивые предприниматели в Куйбышевском районе Самары не только занимают территорию, на которой нельзя продавать, но и оставляют после себя горы мусора. С начала года за незаконную торговлю здесь было составлено почти 300 протоколов. В рейд по нелегальным торговым точкам отправилась и Алина Чемерес. Рынок на фоне леса, стройматериалы, беседки, собачьи будки. Всем этим на Уральском шоссе торгуют незаконно. Машину сотрудников районной администрации, которые регулярно приезжают с проверкой, продавцы знают хорошо. Поэтому стараются на глаза не показываться. На первой же точке нас встречают безлюдные павильоны. Каждый, кто вскоре здесь появляется, называет себя покупателем. Здравствуйте, а вы здесь торгуете чем-нибудь? Нет, я покупать приехал. А к кому? Здесь никого нету, не видите? Я не знаю, никого нету. А обычно бывает? Не знаю, здесь не местный вообще, без отрадок. Я вообще не торгую, я хотела что-то купить. А к кому вы приехали, здесь никого нет? Ну я не знаю, я сначала сюда хотела зайти, но там отъехал продавец. Теперь сюда. На следующей точке хит нелегальных продаж этого сезона «Незамерзайка». Виталий Павлович рассказывает, торгует всего месяц о том, что это незаконно, не знал. Потому и согласился на сомнительный заработок. Не я здесь стал, а меня здесь поставили. Я торгую. Я простой работник. Где будут платить, там и буду работать. Мне по барабану. Законно здесь, незаконно. Мне надо зарабатывать, семью кормить. Понимаете? Кроме Виталия здесь никого не оказалось. Сотрудники администрации выписывают ему протокол. На следующем мини-рынке нас встречает менее общительный товарищ. Представляется водителем. Почему вы от нас прячетесь здесь, если вы здесь водители? Вы не продаете ничего незаконно. Вы мне поймали, что я продаю. Я вас спрашиваю. Вы торгуете здесь? Я ничего не торгую. Я водитель. Вот на газели я приехал. С проверками сотрудники районной администрации выходят каждую неделю. С начала года выписали уже около 300 протоколов. Свыше десятка нелегальных торговцев съехали, в том числе и на Уральском шоссе. Тем более, что здесь это для них единственный законный выход. Эта территория относится к лесным угодям. Торговать здесь не разрешается. По закону эту землю нельзя оформить в собственности или взять в аренду. Нелегальная торговля опасна не только некачественным товаром, на который уже поступали жалобы в районную администрацию, но и тем, что бурная деятельность продавцов превращает участок леса в свалку. Особого внимания в Куйбышевском районе также требует Пугачевский тракт и улица Игоря Егорова. Там незаконно торгуют в том числе товарами для дома и одеждой. Мы добиваемся в первую очередь легализации трудовых отношений, чтобы люди, если работали, то легально. Используются рабочие. И в частности по лету, когда мы объезды делали подобное, было выявлено факт привлечения иностранных граждан, в частности, которые вели работу, то есть без каких-либо разрешений и так далее. Естественно, данные граждане привлекаются к административному, к административной ответственности, на них составляется также административный протокол. За стремление заработать нелегально продавцов по закону наказывают рублем. Размер штрафа за несанкционированную торговлю от 4 тысяч для физических и от 7 для юридических лиц. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Коммунальные переполохы в общежитии. Жильцы дома 20 по улице Панова получили квитанции с непривычно большими цифрами в строке «Холодное водоснабжение». Оказалось, людям нужно оплатить установку счетчиков, которые появились в доме еще два года назад и без их ведома. В ситуации разбиралась Марина Матвейшина. Вода на вес золота в очередных квитанциях за холодную воду жители общежития по улице Панова ждал сюрприз. Увеличение платежа на кругленькую сумму. Кому на 900 рублей, а кому и на все 2000. В зависимости от занимаемых квадратных метров. Изучив документ внимательно, жильцы выяснили, в квитанцию включили стоимость установки общедомового счетчика на воду. Никаких предупреждений у нас не было. Нам только вот предъявили счет. То есть за установку счетчика мы должны такую-то сумму заплатить. А то есть я даже понятия не имею, в каком там говорят, в 2013 году. Уже давно поставлено. Я даже понятия не имею, где они стоят. Старалась без долгов, оплачивала все вовремя, как говорится, ежемесячно. И тут вот такая вот ситуация. Общежитие по адресу Панова 20 – это фактически два здания. В обоих в 2014 году СКС установили приборы учета холодной воды. Счета предъявили обслуживающие организации МПСО. Взыскали деньги через суд, а МПСО, в свою очередь, выставили счета собственникам жилья. Оплату прибора учета холодного водоснабжения в силу закона должны производить собственники жилых помещений. Здесь никаких нарушений нет. Дабы вот такое увеличение платежа не было в тягости проживающим, мы оповестили всех, что данный платеж может осуществляться равными долями в течение шести месяцев. Люди недоумевают и платить отказываются. Мол, никакого счетчика мы не видели и согласия на его установку не давали. В мэрии поясняют, согласия жителей и не требуются. По закону, приборы учета должны быть установлены и именно за счет собственников. Конечно, сразу прислала там, наверное, какая-то определенная сумма, вызывает у людей сразу недоумение. Поэтому, вот, ну еще раз повторяю, это практически будет ждет каждого собственника помещения там, где он сегодня не установили прибор учета. Либо горячей воды, либо газ, либо холодной воды. Установка приборов учета в интересах жителей подтверждают в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ. Платить по показаниям счетчика выгоднее, чем по нормативу. И по тому же лицам общежития руководитель центра Виктора Часовских рекомендует выяснить, каким образом производилась оплата заводу с момента установки счетчика. В принципе, это должен быть заключенный энергосервисный договор между ресурсоснабжающей организацией и жителями. С рассрочкой оплаты вот этой установки счетчиков на 5 до 5 лет. За счет того, что собственникам начисляют по нормативам, а рассчитывается по показаниям счетчика, возникает разница дельта. И за счет этой дельты идет погашение вот этой вот ставки, которую должны люди были оплатить за прибор учета. И после того, как этот прибор учета окупил бы себя, значит, он переходит в собственность уже непосредственно жителей. Жителям необходимо сделать запрос в МПСО и убедиться в правильности начислений. В зависимости от результатов, либо смириться с необходимыми платежами, либо обращаться в прокуратуру и жилинспекцию за проверкой. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах дня. Полвека в космосе сегодня исполнилось 50 лет с начала эксплуатации семейства ракетоносителей «Союз» разработки и производства Самарского РКЦ «Прогресс». Ракетоносители «Союз» различных модификаций стартовали 1020 раз с 7 стартовых площадок, три из которых расположены в Плесецке, две на Байконуре, одна в Гвианском космическом центре, одна на Космодроме Восточный. Самарские военные начали получать головные уборы нового образца. Отличительная их особенность – более густой искусственный мех. Первых военнослужащих в новых головных уборах отправили из Самарской области по плану призыва Центрального военного округа. Всего в ходе осенней призывной кампании, которая продлится до 1 декабря, военные комиссариаты Центрального военного округа отправят в войска более 60 тысяч юношей. В Самаре задержали мошенников, рассылающих СМС от имени банка. По данным полиции, организатор группы – ранее неоднократно судимый 43-летний житель Сызранского района. По версии следователей, он начал заниматься мошенничеством еще когда был в исправительной колонии. На сотовые телефоны потерпевших, их 30 человек, приходили СМС-сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована, обратитесь к специалисту банка». Люди перезванивали, раскрывали свои личные данные, а мошенники перечисляли деньги на свои лицевые счета. Сейчас обвиняемые находятся в изоляторе и дают признательные показания. На «Победе» хотят обустроить пешеходную зону. В администрации Кировского района Самары рассматривают варианты изменения внешнего облика улицы в границах от проспекта Кирова до Елизарова. К обсуждению привлекли жители и профессиональных экспертов-архитекторов. Горожане считают, что сквер могут расположить на юбилейной между «Победой» и физкультурной. Сейчас здесь есть пешеходный тротуар, вдоль которого посажены деревья. Также есть идея использовать в этих же целях зеленые островки на пересечении с Советской и Елизарова. На площади Славы пройдет выставка артефактов с мест боев Великой Отечественной войны. В субботу, 3 декабря, на площади Славы в 13.00 пройдет театрализованное представление с возложением цветов к вечному огню. Для гостей оборудуют передвижной пункт, в котором они смогут записаться в ряды поисковиков-добровольцев. Также публика сможет оставить заявку на розыск родственника, пропавшего без вести во время сражений. Напомним, в период Великой Отечественной войны из почти полумиллиона жителей Куйбышева, мобилизованных на фронт, погиб каждый второй. В Самаре прием жителей провел сенатор Дмитрий Азаров. Встречи с горожанами прошли в субботу в здании регионального отделения партии «Единая Россия». Люди обращались с вопросами благоустройства территории во дворах и проблемами в сфере ЖКХ. Работа партии с населением в эти дни ведется по всей стране. Главная задача – выяснить, какие вопросы волнуют жителей больше всего. Депутаты всех уровней в эти 10 дней, предшествующие дню рождения партии, проводят активную работу в регионах, проводят встречи с гражданами в различных форматах, в том числе приемы. Хочу вам сказать, что информация о всех обращениях граждан будет проанализирована и доложена председателю партии Дмитрию Анатольевичу Медведеву в кратчайшие сроки после того, как приемы закончатся. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. 48 подсудимых – 90 миллионов рублей ущерба. В Самаре судят черных риэлторов. Молодые да ранние ученым, только делающим первые шаги, вручили награды. Не самый строгий, но один из самых продолжительных. У православных сегодня начинается рождественский пост. Хотите получать свежий номер Самарской газеты раньше всех и к тому же бесплатно? Легко. Скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь областной столицы всегда в вашем мобильном. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова